Ну как тебя дела? Ну так, более-менее стабильнее, погоде равна. Ну погода, да, она в этом году в Беларуси поразительная. Два-три года мы просто признавали. Я помню только вот детство, когда грозы, хорошие дожди в это время. Это для сельского хозяйства, для перерабатывающей промышленности, потому что сырье, молоко будет, мясо будет. Это, конечно, большая удача. Нам бы теперь подготовиться, ну естественно, карман надо заготовить и убрать хлеба. Может быть и овощи будут хорошие, если будут, вот такая будет погода. Но он неплохой вот сегодня. Если он не подведет нас еще с углеводородами. Ну пока не подведет нас еще. Да, ну слава богу, и нефти хватает в мире, бери не хочу, и цены приемлемые, и природного газа хватает. Уже он идет, драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. Так же все происходит. И по нефти, и газу, и альтернатива есть, можно ее найти. И поэтому жить можно. Надо только побыстрее бы, чтобы вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспорта ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для нас, для Беларуси. Хотя вот я разговаривал с седателем Китая. У нас добрый такой разговор состоялся. Что надо? Чем помочь? У нас одна проблема. Экспорт. Надо поставлять на китайский рынок. Это огромный рынок, и они готовы. Они очень, очень оценили нашу поддержку по коронавирусу, которую мы оказали первыми в самом начале. Очень поддерживают то, как мы ведем эту борьбу с коронавирусом. Мы постоянно в контакте, наши врачи и Министерство здравоохранения. И спасибо им, что они этот опыт нам передают. Не все же хотят делиться этим опытом. Хотя уже наш опыт запросили. Посмотрели. Интересный опыт Беларуси. Дайте нам опыт. Мы готовы вас профинансировать. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем. Ну вот такая ситуация. Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Ни в коем случае.